Херсон Плюс И не удалось больше, чем удалось на самом деле. Если говорить о этого года, то как-то с самого начала выплывают не местные картинки. Выплывают картинки вот те, которые были у нас вверху в Киеве, потому что в общем-то все то, что происходит здесь на местах, это производное того, что происходит в столицах. А в столицах в общем-то ситуация не очень благоприятная. Я все-таки буду говорить о местных делах. Местные дела наши прошли выборы. Выборы были очень серьезные. Выборы были в чем-то интересные, но хотя бы в том, что явилась примерно треть избирателей. Что это значит? Это значит, что мы живем в стране общего доверия. Это значит, две трети других избирателей доверили одной трети избирать, допустим, мэра города и избирать депутатов городского совета. Что получилось дальше? Из этой трети граждан Херсона, которые явились на выборы, тоже треть, в свою очередь, там 30 с чем-то тысяч, голосовала за Миколаенко. Это что означает? Что остальные 90% херсонцев доверили этой трети. С виду это звучит, может быть, несколько фривольно, легкомысленно. На самом деле нужно уважать такой выбор. Почему? Потому что человек законно избран. И то, что сегодня происходит в городском совете, это не очень благоприятно по отношению к тем надеждам, которые имели херсонцы, голосуя за Миколаенко. Что я имею в виду? Я имею в виду первую вещь, которая всем, очевидно, бросается в глаза, которой все недовольны. Это то, что уже два месяца занимается городской совет, 54 народно избранных депутата, одним и тем же делом. Это делят посты, портфели, все это сопровождается мелкими и крупными скандалами. Более того, на всю Украину мы прославились сегодня тем, что уже есть в пассиве откушенное ухо в ходе, допустим, сессии. Херсон в этом отношении опять-таки всех ведет. В общем, я не смог дать вам анализ, но я говорю просто то, на чем останавливаются глаза с самого начала. Для меня очень важно, что в 2015 году жилы мои близкие и здоровые. Я считаю, это один из главных позитивных итогов. И дай Бог, чтобы так было и дальше. Очень переживали и боялись мы каких-то негативных сценариев, связанных с тем, чтобы, не дай Бог, что повторилось то, что есть в Донецке где-то у нас. Слава Богу, 2015 год принес нам в этом плане мир и спокойствие. Безусловно, ухудшилась жизнь, ухудшились экономические показатели. И самое печальное для меня итог этого года – это разочарование в правительстве и в тех, кто у руля. Почему? Потому что можно переживать все трудности, если ты понимаешь, что их переживают все, а не в это время кто-то занимается не тем, чем надо. К серьезным успехам надежду нам дают. Это то, что появляется голос общественности при выборе полиции. То есть включается общественный отбор, появляются новые. Посмотрим, чем это закончится. И самое главное, что бы я хотел сказать, что все-таки Херсонщина осталась, несмотря на какие-то отдельные там всплески, мирным, спокойным уголком на планете. И мне очень хочется, чтобы так и было. Но вспоминая 2015 год и про мир говоря, мы не можем не вспомнить о том, что все-таки Херсонщина стала уже окончательно такой приграничной областью. И вот почти уже полгода на границах с Крымом у нас неспокойно идет блокада. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому очень плохо. Это одно из самых, может быть, серьезных моих разочарований. В этом году это блокада Крыма, это подрыв линии электропередач. Почему? Потому что такие вопросы в мире решает государство. Такие вопросы не решает группа лиц. Там определенного мировоззрения, или национальности, или религии. То есть делать это, эти вещи показали Украину в таком ракурсе миру, который нам не на пользу. С нами труднее будет вести дело. Мы начинаем такими вещами возбуждать международную общественность. Это нехорошо. Артем Александрович, из положительных моментов, многие зрители, читатели отмечают то, что вроде бы как Украина вышла на финишную черту принятия безвизового режима с Европой наконец-то. Это вообще можно в плюсы заносить или как? В принципе, Европа защищается не от украинских туристов, а защищается от тех, кто едет туда работать. Почему? Потому что сегодня на фоне снижения объемов производства, в том числе и Европе, потому что кризис коснулся всех стран, то от зарабетчан из других стран стараются отказываться. И те визовые дела, о которых сегодня говорят, они связаны с туризмом. То есть мы не становимся полноценными участниками Шенгенского соглашения, когда мы можем свободно перемещаться, выбирая себе место жительства и работы. То есть это, так скажем, половина безвизового режима. Мы получаем, в принципе, то, что получали те туристы, которые ездят, они получали, есть такое слово, мультивиза, да, там на год, на два, на три. Те, кому это надо поработать, те, кого приглашают, сотрудничают с университетами. И это не было большой проблемой. И самое главное, что при том, что за последний год или два почти в два раза упал уровень жизни, то в этот момент не до туризма. И необходимость в визах туристических и поездках не так высока, как кажется. Хотя звучит это очень красиво. Безвизовый режим с Европой и прочее. Значительную часть населения, насколько я знаю, это вообще не интересует. Сегодня это... Да, кто-то от этого может выиграть, но интересно то, как правительство и как руководство центральное подает это как очень большой успех. Я считаю, что это немножко имитация. Вообще-то должна быть какая-то приоритетность целей. Допустим, мы идем в Европу. Это мы трансформируем общество по стандарту европейскому. Мы совершаем какие-то поступки, у нас идут реформы. Все это не делается. Зато частичные вещи, они как бы выдаются за большой успех. Еще из запоминающихся событий этого года, конечно же, смена областной власти. Очень многими вспоминается. И то, что вот у нас ожидается будет новый губернатор. Смена вот этих вот политических элит, смена всех замов губернатора, что скорее всего будет, это позитив или негатив? Я категорически не приемлю по отношению к нашему руководству термин элиты. Это не элиты. Очень часто это случайные люди, которым повезло вовремя оказаться на должном месте. Что касается конкретной ситуации, я больше чем уверен, что особых изменений не будет. Кстати, вот Путилов, я если честно говорю, то от Андрея Путилова губернатора, с самого начала там были некоторые шаги, которые дали некоторую возможность думать, что будут какие-то чудеса или что. Он достойно прошел этот свой срок и сейчас переместился в другое место, будут решать другого рода вопросы. Может быть при децентрализации опять власть перейдет в ее руки. Поэтому никаких потрясок не будет. Хуже другое. Хуже то, что у нас, когда меняется власть, обязательно заменяют подчиненных. В мире так не делают. В мире, допустим, я знаю хорошо, как эти дела обстоят в Израиле. Там, допустим, избрали нового премьер-министра. Политические силы. Он может делать какие-то коалиции или что. Они выдвигают министров. А что потом? Министр приходит, допустим, образование. Он дает курс направления работы министерства, направления образования страны. А другой человек, как же, по-моему, ответственный секретарь, это тот человек, которого он не может снять. Он конкретно руководит всеми учебными заведениями, всеми организациями, которые занимаются образованием. С ним подписан контракт у президента, а не у премьер-министра. Поэтому там только дает направление. А у нас сразу, если приходит новый руководитель, начинает менять всех руководителей, те меняют дальше. И чаще всего это не на пользу. Артем Александрович, Вы уже в своем ответе поднимали вопрос о том, что в Херсоне достаточно активна общественность. Так вот, мой вопрос. В 2015 году закончилось ли формирование вот этих всех общественных организаций, течений политических партий? Или это процесс, который вообще у нас будет многие годы длиться? Гражданское общество в Украине сейчас переживает кризис. В психологии есть такое выражение «срыв ожиданий». Потому что люди ждали после революции достоинства по-настоящему новых лиц и новых правил игры. Причем это ждали как тех, кто был на Майдане, тех, кто был его противниками, тех, кто по телевизору наблюдал. Но в результате получилось, что правила игры не изменились. И среднестатистическому бизнесмену, человеку, учителю жить не стало лучше. И надежда не появилась. И сегодня у многих общественных активистов по зову сердца наступила такая пора, которая называется разочарованием. И это опасно для общества, потому что, вы назвали цивилизованное общество, любой власти нужно предъявлять требования. То есть на чем базируется, не так важно сколько партий. Их может быть есть Тори и Виги в Англии, есть Америка и республиканцы, демократы, в принципе главные. Например, в том же Израиле или, например, допустим, в Нидерландах, возьмем любую страну, есть где больше партий. И они создают коалиции, но есть гражданское общество. То есть механизмы референдум, общественного согласия с решением, то есть не ломают через колено общество. Невозможность вот такое принятие бюджета в последний момент без обсуждения налоговой политики. Поэтому сегодня общество устранено от главного. Очень важно в этой ситуации повышать уровень экономической и политической грамотности общества. И именно тогда общество должно проявлять терпение и предъявлять требования власти. То есть мы должны упростить процедуру отзыва губернаторов, министров, депутатов всех уровней, мэров. То есть кого боится, например, сегодня чиновник? Только своего начальника. Это касается и милиции, и прокуратуры, судов, всего остального. То есть сегодня мы находимся в той ситуации, когда общественные активисты мало что решают. Их еще более-менее слышит местная власть. До конца 2015 года осталось буквально несколько дней. Что бы вы хотели пожелать всем нам, херсонцам, в наступающем 2016 году? Чтобы наступающий 2016 год был лучше, чем уходящий 2015. Чтобы у вас сладилось в семьях. Чтобы те, кто одинок, лишились своего одиночества. Чтобы вас не пугали платежки. Чтобы цифры на этих платежках уменьшались. Но для этого нужно сделать одну маленькую вещь. Для этого нужно перестать быть зрителем этих событий, а стать их участником. Дорогие граждане, жители города Херсонной области. Наши чаяния связаны с тем, чтобы были здоровы наши дети, наши близкие. Чтобы у нас была уверенность в завтрашнем дне. Безопасность, спокойствие. Я желаю вам здоровья и хорошего денег содержания. Я напоминаю нашим глядачам, что сегодня у нас в гостях Віталій Бронштейн, пречесный гражданин города Херсона, и Артем Кьяновский, депутат Херсонской районы. Дякую вам за зместовную rozmогу.